Борьба с коронавирусом в Чувашии продолжается, и здесь все средства хороши. Чтобы разгрузить врачей на помощь, в больнице приходят студенты медицинских колледжей и вузов. Медикам на передовой сейчас совсем непросто. Так, во время смены медсестрам порой приходится обслуживать сразу не один десяток пациентов. Рук попросту не хватает. Пополнили ряды недостающих кадров вчерашние студенты. Сегодня почти 70 студентов Чебоксарского медколледжа работают в больницах республики. С начала мая 2-я городская больница начала работать на перепрофилированных койках стационара для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время в больнице созданы все условия для того, чтобы качественно на высоком уровне оказывать медицинскую помощь нашим жителям. Мы работаем с хорошими результатами. Больница полностью обеспечена и оснащена. Из медицинского колледжа пришло более 14 человек, и они работают сегодня в режиме преддипломной практики. Во всех отделениях перепрофилированного стационара в должности санитаров. Будущие врачи получают нужный опыт в самом начале профессионального пути. Обучение в медицинском образовательном учреждении подразумевает не только теоретические навыки, но и профессионализм, и профессиональные практические навыки. Любой выпускник, завершающий свое образование, он в конце своего образования идет на производственную практику. С 1 апреля 66 наших выпускников ушли, несмотря на то, что была разрешена дистанционная форма практики, ушли на производственную практику в лечебные учреждения. Такие как Новочебоксарскую больницу, во вторую городскую больницу, городской клинический центр, больницу скорой медицинской помощи. То есть там, где нужна была помощь. Дарья Львова – одна из тех, кто добровольно ушла в красную зону. По ее словам, чтобы стать полезной, чтобы помочь. Хотя, признается, в первое время даже в защитном костюме ей было страшновато. Сегодня в больнице у нее свои обязанности. Работа заключается в проведении заключительной текущей уборки, вкурцевании, помощи среднему медицинскому персоналу. Также мы следим за состоянием. У нас 12-часовая смена с 8 до 8. По окончанию смены мы проходим дезинфекцию, санообработку. Работа в условиях эпидемии диктует свои требования. И их надо неукоснительно соблюдать. По словам главврача Лидии Веденеевой, юные врачи обеспечены средствами индивидуальной защиты. Соблюдаются все технико-санитарные нормы. Наталья Мальчикова, Республика.